Друзья, всем привет! Если вы меня видите и слышите, вы, как всегда, на Ивлев Шеф Ченнел в своем родном вкусном доме. Друзья мои, что ты так посмотрел? Странно стали относиться в последнее время к консервированным фруктам. А зря! Взяв консервированный продукт, может получиться гастрономический шедевр. Не верите? Повторяйте за мной. Итак, сегодня для вас буду готовить пирог, домашний пирог с грушей. Грушу я взял консервированную, в сиропе, вкусная, хорошая, уже обработанная, очищать не надо, пропитанная. Итак, пирог. Здесь по большому счету ничего страшного, но, тем не менее, надо знать определенные маленькие секреты, которые я вам сейчас буду рассказывать. Берем, что, по фуншую, сахарный песок и берем, соответственно, три яйца. Очень важно, сливочное масло заранее надо растопить. Мы берем разрыхлитель, здесь у нас муха, перец добавлять не буду, только соль. И миндальные лепестки. Вообще, это на итальянский манер. Но лепестки сами все не поджарены, поэтому нам надо будет поджарить лепесток, тогда миндаль будет намного вкуснее. Для этого надо просто-напросто взять без масла на сухую сковородку, просто-напросто поставить и поджарить миндаль. Самое главное, не прозевать, чтобы эта история не сгорела. Духовку сразу включаем на классическую 180 градусов. Разбиваю кокушки вместе с сахарным песком. Не надо большую скорость ставить, у нас с вами не Олимпийские игры. И спокойно при такой вот достаточно очень мягкой, хорошей скорости мы сейчас разбиваем яйцо и сахарный песок. Яйцо слегка подобьется, будет воздушнее, тем самым и тесто будет интереснее. Главный момент заключается в том, еще раз повторяю, что, конечно же, надо хорошечно растопить сахарный песок, чтобы он у нас просто-напросто там растворился с яйцом. Можно добавлять уже муки. Толщина пирога зависит от вашего желания, я не буду делать прям такой мощный, здоровый, не очень люблю. Муку добавил, разрыхлитель сразу же добавляю. Ну и, конечно же, сразу же ввожу растопленное сливочное масло. Опа, 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 орехи надо поджарить. Берем форму, ну и, соответственно, опа, 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 кисточкой берем и смазываем сливочным маслом. Вот так вот, отлично. В тесто, помимо сахара, который мы добавляли, обязательно надо добавить соли. И в тесто я добавляю обжаренный миндаль. Теперь смотрите, я тесто, видите, я замешал там жареный миндаль, все хорошо. И вот смотрите, что я буду делать. Теперь я часть теста выливаю в форму для запекания. Вот так вот слегка разравниваю. Для чего я это делаю? Потому что во фрукте, где сердцевинка, где кокчерыж, как мы говорим, да, там, соответственно, пустота. И вот чтобы не было в нашем пироге пустоты, я сначала наливаю тесто, чтобы вот это там все, чикс, и забилось. Я выкладываю груши полсантиметра от края формы, можно заметить. Опа, так вот придавливаю. По центру сейчас найду вот сюда вот одно, чтобы по фэншуи у нас было, чтобы пяточек было. Вот он у нас есть, пяточек. И давайте, и вот в центре у нас есть еще тоже грушка. Ес, смотрите, что у меня там получается, видите? И уже поверх всей этой темы я еще докладываю тесто вот так вот. Если у вас вдруг по той или иной причине будет оголен фрукт, это не страшно. Тесто все равно поднимется, и потом, когда оно уже будет готово отдыхать и опускаться, оно тогда накроет сверху всю эту историю. Один важный момент. Я еще буду использовать миндаль, уже не жареный. За 5 минут до готовности пирога я сверху посыплю миндалем, и он как раз еще и поджарится. Что теперь? Теперь все очень просто, классика жанра. 180 градусов на 35 минут минимум, а там смотрим. Так, как я и говорил, за 5 минут до готовности надо добавить еще миндаля. Значит, что я делаю? Смазываю сливочным маслом, чтобы лишний раз было и сливочно, и вкусненько, и хорошечно. Теперь я добавляю, как и обещал, миндаль. Он как раз здесь подколеруется, и лишний раз все будет красиво. Но и это еще не все. Хочу посыпать красниковым сахаром, прям вот так вот вкусно. И все, буквально на 5 минут, потом достаем, даем отдыхать минут 10 и завариваем чай. Итак, друзья мои, ну что, грушовый пирог с миндалеом. Вах-вах-вах-вах-вах-вах. Вот такая вот у нас с вами получается красота. Теперь вот здесь еще снизу сейчас слегка вот так, вот его вот так, вот так. Вообще скажу, что грушевый пирог дышит. Он просто какой-то фантастический. Во-первых, да, за счет пропитка сливочным маслом, который я для себя любимого не пожалел. У шефа какой девиз? Правильно. Самая вкусная еда, это жирная еда. Главное не переедать. Ну а теперь, выть, выть, выть. Конечно, ему можно и полностью остыть, но мы этого уже не хотим ждать. Ляпотат какая, ты посмотри. За счет того, что груша сама по себе консервирована, она очень сочная. И есть ощущение того, что центр как бы сыровать. Нифига, все как доктор прописал. Последний штрих, небольшое количество сахарной пудры. Ну что, друзья мои, вот такая красота. А она еще и вкуснота. Очень вкусно. Готовьте, кайфуйте. Увидимся очень скоро. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok